2 февраля 1970 года. Военно-воздушная база в Монтане. Сегодня 71-я эскадрилья истребителей-перехватчиков планирует провести тренировочный вылет. Четыре пилота садятся в реактивные самолеты и взлетают. Вскоре один из них случайно активирует тормозной парашют. Тканевый купол вылетает из самолета, наполняется воздухом и прерывает полет. Пилот должен приземлиться. Остальные три пилота продолжают обучение. Они прибывают в назначенное место и начинают имитировать воздушный бой. Все пилоты – профессионалы в своей области. Они много раз это проходили, но сегодня случится нечто удивительное. Пилот одного самолета, майор Кертис, должен сражаться с двумя другими самолетами. Один из оппонентов майора – капитан Фауст. Два самолета преследуют цель. Майор Кертис разворачивает свой самолет и направляет его вверх. Два других самолета следуют за ним. Майор выполняет маневр вертикальной ножницы. Он взлетает по спирали, переворачиваясь в бочку. Затем он разворачивается и летит вниз. Преследователи не отстают. Майор Кертис совершает еще один воздушный маневр. Он отходит в сторону и пролетает мимо капитана Фауста. Тут самолет капитана начинает трясти. Передняя его часть опускается, и он на огромной скорости несется к земле. Капитан Фауст ничего не может сделать. Самолет не слушается. Ручка управления не работает. Двигатель выходит из строя. Тормозной парашют тоже не срабатывает. Самолет приближается к земле, и его не спасти. Сейчас важно спасти жизнь. Капитан Фауст катапультируется и открывает парашют. Вдруг брошенный самолет начинает лететь прямо. Закрылки на крыльях активируются, и его падение прекращается. Самолет без пилота летит и медленно снижается. Он летит со скоростью 320 км в час и исчезает из виду за скалами. А капитан Фауст приземляется на заснеженное поле. Другие пилоты беспокоятся, что самолет упадет в соседнем городе и немедленно летят в том направлении. Тем временем неуправляемый самолет опускается, касается земли и скользит по полю. Затем он делает поворот на 20 градусов и пробивает небольшое ограждение. Самолет останавливается на фермерском поле. Владелец фермы звонит местному шерифу. Прибывает шериф и звонит на военную базу, чтобы сообщить о случившемся. Он подходит к самолету, чтобы оценить ущерб и выключить гудящий двигатель. Но как только он подходит ближе, самолет начинает гудеть и трястись, будто хочет улететь. Прибывшие владельцы самолета удивлены, ведь машина почти в идеальном состоянии. Ее доставляют обратно на базу, ремонтируют и возвращают в эксплуатацию. В 2016 году в Бельгии поезд ехал без машиниста. В тот день люди на двух железнодорожных станциях видели медленно проходящий поезд. Он не делал остановок, не тормозил и не ускорялся, а просто медленно ехал вперед. Никто не мог связаться с машинистом, потому что составом никто не управлял. Началась паника. Все стали говорить, что это поезд-призрак без машиниста. Но все оказалось не таким уж загадочным. Пустой пассажирский поезд отправлялся со станции по расписанию, когда машинист заметил какую-то неисправность. Он остановил поезд и вышел из кабины, чтобы взглянуть, что случилось. По какой-то причине поезд тронулся сам по себе, и машинист не успел в него запрыгнуть. К счастью, все закончилось хорошо. Машинист предупредил своих коллег о сбежавшем поезде. С железнодорожных вокзалов всех эвакуировали, а потом на какой-то станции один отважный машинист на ходу запрыгнул в кабину и остановил состав. Кстати, о поездах-призраках. Их можно увидеть в Великобритании. Они проезжают через станции, которые давно заброшены. Если вы сядете в такой поезд, то, скорее всего, будете единственным пассажиром. Власти сохраняют такие поезда, потому что это экономически выгодно для страны. Чтобы отменить маршрут поезда-призрак, нужно пройти массу бюрократических процедур и потратить кучу денег. А так они ездят по всей стране, и это никого не беспокоит. Теперь отправимся в океан, чтобы узнать о корабле, который несколько месяцев дрейфовал без капитана. Это судно «Альта». Новый владелец приобрел его в 2017 году, и на нем развивается флаг Танзании. Почти все грузовые суда оснащены автоматической идентификационной системой. Это навигационная система, работающая по принципу GPS. Она есть на всех судах, поэтому их передвижение в океане можно отслеживать. Но на судне «Альта» она была отключена. Корабль исчез из поля зрения спутников и несколько раз появлялся снова. В 2017 году он проплыл через греческие портовые города. «Альта» сделала 12 остановок в трех городах в разных частях Греции, а затем сигнал исчез. Через 10 месяцев «Альта» снова появилась у северного побережья Африки. В сентябре 2018 года судно направлялось на Гаинте. У него вышел из строя двигатель, а до берега было далеко. Корабль начал дрейфовать. Прошло несколько дней. Экипаж не смог отремонтировать судно. Запасы продовольствия заканчивались. Ситуация ухудшалась, приближался сильный ураган. К счастью, к морякам подошла спасательная лодка, и незадолго до урагана все они были эвакуированы. «Альта» продолжила дрейфовать в океане. Через какое-то время пришло другое судно, чтобы отбуксировать ее к берегам Гаяны. Но «Альту» уже кто-то украл. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Прошел почти год, и в водах Атлантического океана корабль британских ВМС заметил дрейфующую «Альту». На борту никого не было, и судном никто не управлял. Затем почти через шесть месяцев житель маленького городка в Ирландии увидел у побережья брошенный корабль. Каким-то образом «Альта» смогла преодолеть Атлантику и прибиться к берегам Ирландии. Ирландские власти назвали чудом, что никто больше не видел корабль. Он спокойно проплыл такое большое расстояние, пережив штормы. Они начали расследование, чтобы установить владельца судна и найти ответственного человека, который его отбуксирует. Однако сделать это было сложно, и владельца так и не нашли. Однажды неизвестный позвонил ирландским властям и представился владельцем судна «Альта», но не предоставил никаких доказательств. Однако рекорд по самому долгому скитанию в океане принадлежит пароходу «Бейчима». Этот корабль-призрак видели в разных местах на протяжении 38 лет. Это было торговое судно, принадлежавшее канадской торговой компании. В 1931 году оно попало в ледяной плен у берегов Аляски. Началась сильная метель. Экипаж целую неделю ждал окончания непогоды, но шторм только усиливался. Однажды, когда шторм немного утих, часть команды отправилась в ближайший город. Остальная часть экипажа и капитан разбили лагерь рядом с судном. Шторм не прекращался, и метель была такой сильной, что ничего не было видно дальше вытянутой руки. Когда шторм закончился, капитан отправился на поиски корабля и не смог его найти. Он решил, что тот затонул. Однако через неделю корабль обнаружили дрейфующим недалеко от места, где он был потерян. Корпус был поврежден так сильно, что использовать его было небезопасно, и капитан решил покинуть судно. Однако оно не утонуло. В течение следующих 38 лет его видели в разных местах у побережья Аляски. В последний раз корабль видели в 1969 году вмерзшем в лед. В 2006 году был создан специальный проект по поиску Бейчима, но его так и не нашли. И его судьба до сих пор неизвестна. Вполне вероятно, что корабль обрел покой на дне Чукотского моря. Продолжение следует...